Здравствуйте, уважаемые ребята! Мы продолжаем с вами изучение физики. Тема нашего урока «Изопроцессы идеального газа», а именно «Изотермический процесс». Цели нашего урока – идентифицировать и давать определение понятию «изопроцессы», описывать «изотермический процесс», решать задачи с применением закона Бойля-Мариотта. Ну а для начала давайте с вами введем термин «изопроцесс». «Изопроцессы» – это термодинамические процессы, во время которых количество вещества и один из параметров состояния – давление, объем или температура – остается неизменным. Так, неизменному давлению соответствует «изобарный процесс», объему – «изохорный», а температуре – «изотермический процесс». Необходимо отметить, что для того, чтобы разбираться в «изопроцессах», мы должны с вами помнить и знать уравнение клопиерона, которое выглядит как ПВ, деленное на Т, равно константы. Исходя из этого, мы сегодня с вами познакомимся с «изотермическим процессом». Определение процесса. «Изотермический процесс» – это термодинамический процесс, происходящий в физической системе при постоянной температуре. Если представлять этот процесс графически, то графиком является изотермо. Если описывать при помощи закона, он подчиняется закону Бойля-Мариотта. Для осуществления изотермического процесса систему обычно помещают в термостат – массивное тело, находящееся в тепловом равновесии, теплопроводность которого велика. Так что теплообмен с системой происходит достаточно быстро по сравнению со скоростью протекания процесса. И температура системы в любой момент практически не отличается от температуры термостата. Можно осуществить изотермический процесс иначе с применением источников или стоков тепла, контролируя постоянство температуры с помощью термометров. К изотермическим процессам относятся, например, кипение жидкости или плавление твердого тела при постоянном давлении. В идеальном газе при изотермическом процессе произведение давления на объем постоянно. Так звучит закон Бойля-Мариотта. Изотермы идеального газа в координатах ПВ – это гиперболы, расположенные на графике тем выше, чем выше температура, при которой происходит процесс. При изотермическом процессе в системе, вообще говоря, сообщается определенное количество теплоты, или она отдает теплоту, и совершается внешняя работа. Закон Бойля-Мариотта. Постоянство температуры. Т равно константа. Закон Бойля-Мариотта математически выглядит как отношение давлений к отношению объемов. Закон получен экспериментально в 1662 году Робертом Бойлям и в 1676 году Эдмом Мариоттом. Как он звучит? Для газа данной массы при постоянной температуре произведение давления газа на его объем постоянно. То есть ПВ равно константа. Изотермический процесс в жизни человека. Начнем с того, что закон Бойля-Мариотта начинает работать на человека, как, впрочем, и на любое млекопитающее, с момента его рождения, с первого самостоятельного вздоха. При дыхании межреберные мышцы и диафрагма периодически изменяют объем грудной клетки. Когда грудная клетка расширяется, давление воздуха в легких падает ниже атмосферного, то есть срабатывает изотермический закон. И вследствие образовавшегося перепада давлений происходит вдох. Другими словами, воздух идет из окружающей среды в легкие самотеком до тех пор, пока величины давления в легких и в окружающей среде не выравниваются. Ну а теперь задача. При некоторой температуре давление газа, занимающего объем 3 литра, равно 93,3 кПа. Каким станет давление, если не изменяя температуры уменьшить объем газа до 2,8 литра? Обратите, пожалуйста, внимание на то, что для того, чтобы решить задачу, мы должны с вами записать дано. Необходимые величины мы должны с вами перевести в Си, не забывая о том, что объем в Си измеряется в метрах кубических, и что в одном метре кубическом содержится 1000 литров. А также не забывать о том, что приставка кило является кратной и равна 10 в третьей или умножить на 1000. Тем самым мы получим В1, 0,003 м3, В2, 0,028 м3, П1, 93 300 паскалей. Обратите, пожалуйста, внимание, что для того, чтобы решить задачу, мы должны с вами проанализировать условия задачи. И раз нам сказано, что у нас температура является неизменной, записав закон Бойля-Мариотта, рассматриваем его с точки зрения математики. Он представляет собой пропорцию. Для того, чтобы раскрыть пропорцию, мы с вами используем перекрестные умножения. Тем самым, проанализировав условия задачи, мы видим, что из всех предоставленных данных нам неизвестен один параметр, П2. Раскрыв пропорцию при помощи перекрестного умножения, мы получим формулу для давления П2. П1 умножить на В1 делить на В2. Подставив значение, которое мы с вами перевели в Си, получим число 99964 паскаля, что является давлением П2 при изменении объема газа. Спасибо за внимание. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин